Здравствуйте, это Вечерний Факт. Я Екатерина Шайдур. В ближайший час о главных событиях Края. Вот что покажем сегодня. Чтобы до последнего вздоха служить своему Отечеству, своей Родине служить, она нуждается в нас. Поздравить лично спустивший со сцены концерт в честь защитников Отечества и памятные медали из рук губернатора каждому ветерану. Раненых таскаешь. Мужчины столько не утащить, сколько я. Молодость под пулями. Поздравление одной из самых отважных санитарок войны. Всех спасенных она помнит лучше, чем название своих медалей. Но если не бум рождаемости, оно значительно повысит рождаемость. Поддержка с самого начала. Госдума одобрила выплаты материнского капитала за первого ребенка. Сумма солидная. Однако разделить пока удалось только водителей на два противоборствующих лагеря. Дорожный бунт бессмысленный и теперь точно беспощадный. За сломанные разделители водителей хамов отправят в суд. Обстоятельства страшной аварии в Крымском районе выясняет сейчас полиция. По информации управления ГИБДД на трассе Краснодар-Верхнебаканский водитель иномарки выехал на встречную полосу и влетел в отечественную легковушку. Женщина, которая была за рулем, погибла на месте, а трое ее малолетних детей. Они находились в салоне авто, доставленную в больницу самому младшему ребенку три года. Вернули имена спустя десятилетия. Все уникальные архивные документы без вести пропавших солдат передали из Абхазии на Кубань. Карточки проливают свет на судьбу 170 бойцов, которые уходили на фронт из Сочи, но так и не вернулись. Все они были зверски замучены в нацистских концлагерях. Благородной работой по установлению имен погибших занимались в Сухумском общевойсковом высшем командном училище. Оттуда и передали документы. Теперь предстоит отыскать родственников, узников. Из этих 170 солдат, документов, которые мы привезли, мы очень бы хотели, были бы рады, если бы хотя бы половина семьи была найдена. Прошло 75 лет, но эти документы стали доступны совсем недавно. С момента окончания Великой Отечественной войны они были закрыты. И ни одна семья не имела возможности узнать что-либо о подлинной судьбе пропавшего солдата. На карточках фашисты скрупулезно указали не только имена и фамилии советских солдат. Там есть даты рождения, пленения и смерти, домашний адрес, семейное положение, даже сведения о супругах и детях. На некоторых фото и отпечатки пальцев. Переносить материалы в базы данных и заниматься поисками родственников погибших бойцов. Будут сочинские юнормейцы, потомков, трех узников уже нашли. Они стоят на защите мира и порядка, оберегают границы России, отстаивают ее интересы вдали от Родины. В Центральном концертном зале города действующих военнослужащих и тех, кто уже в запасе, в преддверии 23 февраля поздравил губернатора Краснодарского края. Глава Кубани вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали, выпущенные специально к 75-летию Победы. Яна Бузычкина продолжит. В фойе Центрального концертного зала заполняется буквально за час до торжественной части. Ветераны, офицеры, солдаты и кадеты с военной точностью приходят без опозданий. 23 февраля – дата, объединяющая все поколения. День защитника Отечества сегодня напоминает о разных эпохах и разных битвах. Но, конечно же, абсолютно в каждой семье обязательно вспоминают те, кто сражался в годы Великой Отечественной. Для ветеранов такие встречи – лишний повод, чтобы вспомнить о былых временах, о товарищах, которые не вернулись с фронта, и о победе, которая досталась невосполнимой ценой. Всю правду о кровопролитной и жестокой войне сегодня они пытаются донести до нынешнего поколения. Вот эти встречи необходимы, как и нам, уже уходящим, потому что мы уже из последнего эшелона, с последнего вагона даже, но и подрастающему поколению, чтобы не прервалась связь поколений. Потому что сейчас очень много и за рубежом, и даже в нашем государстве пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Это Иваны, не помнящие родства. Они не знают, что даже делают. На тех, кто отважно боролся за родину и продолжает нести боевую службу, и сегодня с почетным и уважением смотрят молодые кадеты и курсанты. Для подрастающего поколения они наставники и старшие товарищи. Однако, как говорят сами воспитанники училищ, чтобы защищать интересы своей страны, не обязательно носить вагоны. Я считаю, это должны сделать все мальчишки, даже кто не смог поступить. Они должны защищать нашу страну, помнить, как защищали наши деды, прадеды, отцы. И обязательно нужно помнить и чтить военную службу. Это наш долг. Участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей и труженики тыла сегодня заняли первые места в зрительном зале. Большинству из них уже трудно передвигаться, кому-то даже требуется помощь. Но когда звучит гимн, они снова в строю. Глава Кубани вручил ветеранам памятные медали. Их выпустили специально к 75-летию Великой Победы. Защитников Отечества Миньямин Кондратьев поздравил лично, спустившись со сцены. Рогачёв Александр Иванович, участник Великой Отечественной войны. Губернатор отметил, что мы всегда обязаны чтить память тех, кто отдал свои жизни ради Родины, сохранить правду о победе и не дать её переписать. Наш святой долг. Когда я вручал медали, я смотрел в глаза награждённым. Им уже не сказать, что много лет, но немало точно. И все они сказали фразу «служу своему Отечеству». Давайте просто будем их достойны, чтобы до последнего вздоха служить своему Отечеству, в своей Родине служить. Она нуждается в нас, в защитниках, потому что других защитников у страны нет и у Кубани нет. Давайте помнить то, что в нас их гены и их кровь. В нас. И мы на самом деле потомки этого великого поколения. И мы не можем быть хуже. Мы не можем постромить их. Давайте оставаться единым, мощным народом. Понимать, что это незримая нить потомков народа-победителя, народа-освободителя. Она нас всех связывает. Всех. Не дай Бог нам эту нить разорвать. Отдельные слова благодарности звучат в адрес тех, кто прошёл суровую школу локальных конфликтов. Российские военнослужащие проявили свою отвагу и бесстрашие в Афганистане, Сирии и других странах. Родная служба во славу Отечества почиталась в нашей стране во все времена. Солдаты сражались за победу и добивались её не только благодаря своей выучке и оружию. Сила духа – вот что всегда отличало российский народ. Мы, конечно, живём в мирное время. Но защищать Отечество – это долг каждого из нас. Но я хочу сказать с этой сцены слова благодарности тем, кто службу по защите Отечества выбрал смыслом своей жизни. Это сегодняшние офицеры, сегодняшние курсанты, люди мужества, самоотдачи, самопожертвования. Ведь Россия мощная, современная Россия нуждается именно в таких защитниках. Я всех хочу поздравить с Днём Защитника Отечества. Это по-настоящему народный праздник. В каждой российской семье ни по одному защитнику Отечества. Я верю, что сегодня мы все понимаем и чувствуем ответственность каждой на своих плечах за то, что мы делаем в своей повседневной жизни, в своей службе, в своём служении в великой стране и нашему благодатному Краснодарскому краю. С праздником! С Днём Защитника Отечества! Сегодня в зале было много молодых курсантов, будущих защитников Родины. Наследники народа-победителя стараются быть достойными великого прошлого нашей страны. От ветеранов и свидетелей войны они уже знают, нет ничего ценнее мира на родной земле. Яна Бузычкина, Кирилл Белонок, Вадим Волков, Алексей Комаров и Олег Демидов. Кубань, 24, Краснодар. А накануне в столице чествовали участников масштабного марш-броска ВДВ, посвящённого 75-летию Великой Победы. В стройных рядах десантников на Поклонной горе и наши земляки. В акции традиционно участвуют бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. А всего по маршруту, который охватил 79 городов, пешком и на лыжах прошли 250 гвардейцев. Во время остановок они возлагали цветы к мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне, общались с ветеранами, давали мастер-классы по единоборствам, показывали современные образцы стрелкового оружия и другой техники. Весь путь занял около 8 тысяч километров. 68 спасённых солдат, два ранения, после которых возвращение на фронт Великой Отечественной войны. Такой была юность санитарки и связистки Клавдии Михайловны Виноградовой. Сейчас она живёт в Анапе, родилась в Алтайском крае. В 17 лет её призвали в армию, и она оказалась в самом пекле Сталинградской битвы. Клавдии Ивановне уже 95. Она не все названия своих медалей помнит, а вот кого спасала, знает по именам. За взятие Будапешта, что ли? Да. Да? Да. Да. А это вот что? Это за отвагу. За отвагу у Клавдии Михайловны две медали, а ещё десятки других, названия которых она уже и не помнит. Зато хорошо помнит, как её 17-летнюю девчонку, только окончившую связистов, призвали в армию. В 42-м году она уже как санитарка при 233-й стрелковой дивизии оказалась под Сталинградом. Оперировали, отнимали руку. Тяжёлое ранение, там так рука уже разбита, что её ничего не сделаешь, нужно просто это, отнимать. Меня поставили, чтобы я руку держала, понимаешь? Первый раз я чуть не упала, всё-таки я сдержалась. Хорошо, что закалку тогда ещё совсем юной Клавдии была крепкая. В детстве она видела, как от голода погибла мать. Девочку сначала воспитывали в детдоме, потом к себе забрала старшая сестра. Первый год в медсанбате под Сталинградом подготовил девушку к передовой. А там, вспоминает Клавдия Михайловна, было так страшно, что говорить не могла. Зато хорошо слышала крики о помощи. Раненых таскаешь. Мужчина столько не утащит, сколько я. А была вот такая худая, ещё и не выросшая. Это сейчас я высокая. Кричит таким голосом. Санитар! Раненый кричит. Ползи, ползи, смотри, какое ранение, чего. Ну, если так, так его оттащишь, где-то положишь под кустиком, потом заберёшь. Кого-то перевязывала на месте и шла к следующему раненому. Однажды в сторожку, где остановилась дивизия Клавдии Михайловны, попал снаряд. Погибли все. Девушка получила тяжёлое ранение ноги, но выжила. Подлечилась и снова попросилась на фронт. Такой у неё характер. Несгибаемой и с огоньком в глазах Клавдию Михайловну знают анапские школьники и депутаты. Они приходят помочь по дому. Она обязательно наливает чай. Неимоверная сила духа Клавдии Михайловны. Если она сказала так, значит, она обязательно это сделала. Если она сказала, что она будет на мероприятие, она обязательно придёт, она соберётся. Она чётко всегда планирует, что, зачем нужно сделать. И всегда с юмором. Клавдия Михайловна пытается ходить сама, несмотря на возраст и последствия тяжёлого ранения. На празднование Дня Победы тоже пообещала прийти. Если, конечно, здоровье не подкачает. Анна Горлова, Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа. В Краснодаре уже через полгода начнётся строительство трамвайных линий по улице Московской. О долгожданном маршруте и о других транспортных нововведениях говорили сегодня в Законодательном собрании региона. Под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко прошло совещание по вопросам развития краевой столицы. В таком формате депутаты края встречаются с муниципальными коллегами уже в четвёртый раз. Ксения Галич о ближайшем будущем в Краснодаре расскажет подробнее. Мощные кондиционеры, Wi-Fi, USB-разъёмы, мультимедийные табло – это новые современные трамваи. Обновление подвижного состава КТТУ началось ещё в прошлом году. На линии вышли 35 вагонов. Все они доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году за счёт краевых субсидий планируется купить ещё 29 новых трамваев. Почти столько же пополнит городское депо в 2021 году. Такой формат показал неплохую эффективность. Очень много сделали совместными усилиями. При колоссальной помощи губернатора и органов исполнительной власти огромная работа ещё предстоит. Мы не будем снимать с контроля и довольствоваться теми результатами, которые есть на сегодняшний день. Много возможностей для манёвров дали новые троллейбусы. В прошлом году закупили 12. Все они с увеличенным автономным ходом. На заряде аккумуляторов могут проехать до 15 километров. Современный транспорт позволил, к примеру, вернуть маршрут на улицу Красную. Летом там демонтировали контактную сеть. А если парк КТТУ в этом году пополнит ещё рогатый, чиновники предлагают пустить их по Восточно-Кругляковской. Следующая задача стоит ещё у нас в развитии, скажем, автобусных маршрутов, которые тоже необходимо модернизировать и также их направлять в те выделенные полосы, которые будут предусмотрены. По нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. В 2019-м в Краснодаре привели в порядок свыше 50 километров асфальтобетонного покрытия. Планы на этот год более амбициозные – обновить 70 километров. Однако депутаты акцентируют внимание на том, что важно не только ремонтировать старые дороги, но и строить новые широкие магистрали. На решение этих проблем краевая столица получила около 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Деньги пойдут в том числе на проблемный участок Володарского-Тихорецкая трассы М4 Дон. Это дорога, которая должна пройти у нас от развязки Восточно-Кругляковской улицы Тихорецкой и непосредственно мимо создаваемого медицинского кластера с выходом на М4 Дон. Большой проект тоже в этом году. Мы завершим непосредственно многие этапы уже проектирования. И будем готовы к реализации в целом этого проекта. Но профилактика всегда проще и лучше лечения. Депутаты настаивают, что при строительстве жилых комплексов нужно сразу же предусматривать широкие дороги. Иначе проблемы только множатся, ведь возведение жилых комплексов в городе не прекращается. Много говорили на совещании про соцблог. Планируется, что в этом году в стройке будут 10 школ и 5 детских садов. Но процесс по-прежнему нужно держать на особом контроле, ведь скоро город выйдет на пиковые нагрузки по числу первоклассников. На следующий год в школу пойдут дети, которые родились в 2014 году. 2014, 2015, 2016 год у нас пиковые нагрузки. И 2023, конечно, это будет, в общем-то, час истины. Поэтому при... я целиком и полностью, вот, точку зрения разделяю Юрия Александровича, нам при прогнозировании нужно исходить не только из рождаемости, но и из привлекательности города сюда и едут. Решить за один год все проблемы невозможно, отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Но муниципальными властями проделана большая работа, и благодаря взаимодействию законодателей и городских чиновников, вопросы жителей начали решаться сразу на трех уровнях. Ксения Галич, Артур Завада, Кубань, 24, Краснодар. В этом году на отдых и оздоровление детей в летний период выделят более 2 миллиардов рублей. Об этом стало известно на совещании, которое провела вице губернатора Номенькова. Ежегодно в регион на каникулы приезжают примерно 800 тысяч девочек и мальчиков со всей России, поэтому к приему школьников нужно готовиться уже сегодня. Разработать обучающие программы, проверить безопасность и обучить сотрудников. Алина Сорокина расскажет подробнее. Алина Сорокина, Кубань. Только за качеством пребывания, но и за тем, кто работает в здравницах. Нам нужно сегодня абсолютно четко соблюдать эти нормы. И все работники, которые трудоустраиваются в нашей здравнице, должны быть с санитарными книжками и со всеми остальными документами, подтверждающими их статус, в том числе и статус их здоровья. Здравницы в этом смысле должны уже повзрослеть и должны в полной мере отвечать за то, что они делают и как они организовывают детский отдых. И в полной мере понимать, что на их плечах лежит ответственность за общение с регионами, из которых дети приезжают. В этом году изменилось федеральное законодательство. Теперь до 1 мая необходимо подать документы по инвентаризации здравниц и лагерей, чтобы учреждения попали в специальный перечень. Внесены изменения в 124-й федеральный закон. Они серьезно поменяли подход к детской здравительной компании. И мы теперь, как министерство, курирующее данный вопрос, наделены рядом полномочий, в том числе осуществление контроля за достоверностью сведений, содержащихся в реестре организации отдыха и оздоровления, обеспечение проверки сведений, представленных организациями для включения в реестр. Это серьезнейшие полномочия, которые, в принципе, практикой работы в нашем регионе уже были установлены фактически. Всероссийский реестр – своеобразный знак качества для родителей. Гарант того, что их дети находятся в безопасности. К слову, учреждения, не попавшие в перечень, не смогут принимать детей и будут оштрафованы. Сумма до миллиона рублей. Но не все школьники летом отправятся в здравнице. В этом году планируется открыть около тысячи лагерей дневного пребывания и почти 400 мест для отдыха и труда. Также будут работать тематические площадки, а еще детей ждут экскурсии и походы. Мы сохраним все традиционные мероприятия. Это основная задача. И будут добавлены новые летние мероприятия и форумные площадки. На особый контроль нужно взять все получения разрешительных документов, в частности, Роспотребнадзора на работу пришкольных лагерей, обязательную регистрацию всех туристских групп до выхода на маршрут. Куратер соцблока подчеркнул, что в крайне снижается, а только увеличивается финансирование детского отдыха. Поэтому муниципалитеты должны серьезно подойти к вопросу школьной занятости. Привлекать больше ребят в туризм и активный досуг. Алина Сорокина, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Госдума приняла закон о выплате материнского капитала за первого ребенка. Господдержка составит больше 460 тысяч рублей. Ее получат семьи, в которых пополнение случилось не раньше 1 января 2020. Ежегодную сумму будут индексировать. Напомню, почвой для таких поправок в закон стало выступление президента Владимира Путина. А маткапитали для первенцев он говорил во время своего традиционного послания федеральному собранию. Социологи уже заявили, программа поможет в разы улучшить демографические показатели в стране. Проблема демографии, которая сейчас во весь рост стоит перед нашей страной, она как раз зависит от уровня рождаемости. И то, что сейчас делается, позволит нам, я думаю, в ближайшие годы, ну если не бум рождаемости, ну значительно повысить рождаемость. А это значит, что мы не вымрем. И наши потомки будут такими же россиянами, как и мы сейчас. Еще одна поправка в законе о материнском капитале предусматривает увеличение суммы, которую получают родители при рождении второго ребенка на 150 тысяч. И теперь она составляет 616 тысяч 617 рублей. Программа будет действовать до 2026 года. Решение Первомайского районного суда города Краснодара. 21 декабря 2018 года оставит без изменения апелляционные жалобы Саконова, Нины Ивановны и Михеева Валерия Алексеевича без удовлетворения. Напомню, два года назад 17 этаж дома на фабричной, отведенной под коммуникации, был продан частным лицам без согласия жильцов. Началась перепланировка, люди забили тревогу, обратились в суд. Несколько лет им пришлось доказывать, что эти квадратные метры технические, находятся в собственности дольщиков и никто другой на них претендовать право не имеет. Поначалу Фемида иск удовлетворила, но затем апелляционная инстанция это решение отменила. Далее жильцы выиграли в касации и сегодня вновь смогли отстоять свою позицию. Все эти два года люди доказывали очевидные вещи. Люди доказывали, что на техническом этаже, где проходят трубы, где проходят коммуникации общедомовые, что там ничего не должно быть кроме этого, и что зарегистрировать права собственности на общедомовую мущество, это незаконно. Конечно, довольны вынесенным судебным актом, потому что вы сами видели напряжение в зале, это огромное количество людей, права которых были нарушены, и которые боролись за их восстановление более двух лет. Сегодня судебный акт первой инстанции вступил в законную силу, и мы считаем, что апелляционная коллегия очень детально разобралась, дала возможность высказаться всем участникам процесса и приняла решение, то, которое ждали народ, и самое главное, соответствует требованиям законодательства. Обжаловать решение краевого суда можно в течение трех месяцев. Именно так и собираются поступить представители ответчика. Посмотрим мотивировочную часть судебного акта, изучим, и дальше уже будем исходить из того, что будет более рациональным, либо подавать кассационную жалобу, либо предъявлять претензии администрации города, потому что, безусловно, в судебном акте будет дана оценка разрешающим документам, в соответствии с которыми дома было сдано в эксплуатацию, и после этого уже будем принимать решение. Добавлю, за два года разбирательства в деле Следственный комитет установил, что бывший главный архитектор Краснодара Игорь Головкин дал разрешение на ввод в эксплуатацию дома с нарушениями. Кроме того, в декабре 2019 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении группы лиц, которые перепродали общедомовое имущество. Предварительная сумма ущерба оценивается в 68 миллионов рублей. Краснодарские водители подняли бунт из-за делиниаторов. Метеж получился негромогласным, но рулевые молча решили взять разделители на абордаж. В результате на большинстве перекрестков города от тех самых разделителей остались штыри до пластиковые фигуры. Наш корреспондент Инна Чайко разбиралась, что мешает краснодарским водителям подружиться с новыми дорожными правилами и как их будут теперь наказывать. Этот чистокол на дороге или делиниатор призван разделять потоки транспорта. Однако разделить пока удалось только водителей на два противоборствующих лагеря. Это принципиальные нарушители, которые в прямом смысле идут на пролом. И законопослушные водители, которым только и остается, что тихо роптать, стоя в пробке. Такая картина на перекрестке улиц Солнечной и Ростовского шоссе в Краснодаре – дело привычное. Водители, видимо, считают, что делиниаторы тут как элемент декора. И ищут лазейку для поворота налево из полосы, которая уходит вправо. Этот мужчина смекнул, что приехало телевидение и в последний момент попятился назад. Тут налицо нарушение правил. Вот, видите, сейчас они поворачивают на светофор. А нам надо туда. Они нам мешают. Все, кто ездит по-своему, ждут госавтоинспекторы. А еще квиток со штрафом в полторы тысячи рублей за нарушение правил дорожной разметки. Вроде и мелочь, но проезд через сплошную влечет за собой куда более серьезные последствия. Подобные нарушения правил дорожного движения приводят к незначительным дорожно-транспортным происшествиям, таким как несоблюдение бокового интервала, то есть боковые столкновения транспортных средств. Но тем самым усложняют дорожно-транспортную обстановку, создают заторовые ситуации, в связи с чем образуются, как видите, как многие сталкиваются, многокилометровые пробки. Объяснить свое поведение нарушители толком не могут. Причем нарушали? Обзубитесь, пожалуйста. Видимо, времени в обрез. Даже поговорить об этом некогда. Зато теперь придется потратить несколько часов на оформление протокола. Куда больше удивляют водители, которые жалуются на штыри. Они остаются после выбитой конструкции. Дескать, шины дорого после наезда менять. Пользователи социальных сетей аккуратно напоминают, если пересечь сплошную, можно и не на такие последствия наткнуться. Хотя в этом месте это перекресток Бабушкина и Красный Тарапык еще можно понять. В профессиональном сообществе автомобилистов считают, что это пример неудачной установки дилинеаторов. Необходимо было начинать с переноса самой остановки, немножко дал вглубь от улицы Северной к кинотеатру Аврора. И там, по всей видимости, все-таки необходимо убрать стоянку транспортных средств. Там всего три, по-моему, три постановочных места, которые совершенно не соответствуют тому потреблению, которое нужно. Разбираться с городским хозяйством взялась мэрия. Чиновники уже подготовили документы по девяти фактам наездов на дилинеаторы. Водители через суд заплатят больше полумиллиона рублей. Благодаря нашей системе «Безопасный город», видеокамерой, которая по городу установлена, мы данное видео направляем в органы МВД, делаем запрос и потом, естественно, считаем ущерб и направляем уже на возмещение ущерба. На установку дилинеаторов на 15 участках Краснодара из городской казны выделили больше 4,5 миллионов рублей. Небольшие деньги в масштабах краевого центра, но существенное вложение в дорожную сеть. Таким образом, хотели сократить количество ДТП на опасных участках, но не километраж пробок. Так что любителям сократить путь придется мириться с новыми правилами. Инна Чайко, Вероника Веретенникова, Артур Зава, Данил Ракша и Игорь Звеноревский. Кубань, 24, Краснодар. Крыша больше не течет, плесень не атакует. Капитальный ремонт Дома культуры завершили в хуторе Кубанском Белореченского района. Центр не работал три года, и за это время его переделали более чем наполовину. Вот танцевальные и музыкальные секции, а также вокальные коллективы уже занимаются в новых просторных залах. Станислав Бондурко пообщался с местными ветеранами творческого труда и был торжественно отправлен в армию. Больше 40 лет назад в Белореченском районе появился коллектив «Кубаночка». Его особенность в репертуаре народной песни исключительно родного хутора. Исторически сложилось. Каждое действие, будь то заплетание косы девушки или застолье с гостями, у местных жителей сопровождалось своей вокальной композицией. А кроме того, особым ритуалом, порядком действий. В нашей съемочной группе женщины показали один из самых частых обрядов – проводы в армию. Без боевого снаряжения, конечно, но тем не менее, близко к оригиналу. Помимо традиционных песнопений, в обряд проводов в армию входит вот такой элемент. Любимая вешает на грудь будущему солдату платок. Так заведено со стародавних времен. Я в армии еще не служил, ну а теперь, видимо, придется. Бережно хранить историю и традиции своего поселения трудно. Особенно, когда в Доме культуры течет крыша, а на стенах плесень. Все это было еще три года назад. Сейчас в культурном центре такого не увидишь. В зрительном зале бархатные кресла, огромные люстры, современная звуковая аппаратура. Внутренняя отделка выполнена в светлых тонах для большей торжественности. Ко примонту подверглось более 60% здания. Сейчас построили его, сделали прямо дворец. Я когда первый раз зашла в этот Дом культуры, аж прослезилась. Так мне было приятно, так было, удивилось даже, что может быть такой наш Дом культуры. Поменяли даже планировку. Большой вестибюль разбили стеной на коридор и танцевальный зал. На все работы выделили почти 8 миллионов рублей. Поставлены новые окна, двери, пожарная сигнализация, сплит-системы, склад для хранения материалов. Людям нужен был этот клуб. Отопление здесь было холодно в зимний период. Людям негде было заниматься. В настоящее время клуб достойный даже городского поселения. Особое место в обновленном ДК у казачьего уголка. Его собирали всем хутором, как и газетные вырезки для стенда летописи военных лет. Это еще одно подтверждение. Хуторянам своего Дома культуры уж очень не хватало. Это событие ждали все с нетерпением, потому что клуб не работал почти три года. Все счастливы, рады, записываются в кружки, приходят. Огромное спасибо всем. Откликаются на любые просьбы. И такая реакция в Кубанском у многих. В зале на открытии ДК не было свободных мест, рассказывают вокалистки. Из 1700 хуторян три сотни человек уже занимаются в секциях. Танцевальных, музыкальных и декоративно-прикладных. Станислав Бондурко, Геннадий Шапошников, Кубань, 24, Белореченский район. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем новоселье не по канону. В Геленджике в новый дом первые пустят не кошку, а собаку. А потому что переезжает приют для псов. Он существует уже пару лет, и там живут десятки хвостатых. Как помочь животным и где обитает геленджикский хатико, расскажет Иван Алексеенко. Такой ритуал обязателен в собачьем приюте Геленджика. Пес по кличке Верный первый, кто встречает посетителей. Здесь он негласный директор и местная знаменитость. С нами он общаться не захотел, но его историю нам рассказали волонтеры. Когда-то он жил с нелегалом, которого депортировали. Хвостатого сожителя забрали, но он несколько раз бегал к бездомным. Грел их и поддерживал. Теперь Верный помогает всем обитателям и гостям приюта. Сейчас здесь около сотни собак. Два года назад при создании приюта было сложно представить, для скольких хвостатых это место станет домом. Самыми первыми были пять щенков, которые мы забрали с улицы Туристической. Потом постепенно количество собак начало увеличиваться довольно быстро. У каждого здесь своя история. Бывшие хозяева часто оставляли животных умирать прямо у дороги или в лесу. Но бывает еще хуже. Подкидывают нам, подкидывают волонтерам просто под дверь. Вот так выходят, а там стоит коробка. Вот что хочет, то и делай. Шантаж, можно сказать, что на шантажирует иногда. Что не заберете, мы сейчас там утопим, выкинем, завезем в лес. Что хотите, то и делайте. Приют не может забрать всех бездомных животных. Они создают бродячие стаи и пугают местных жителей. Это порочное кольцо сложно разорвать, но корень проблемы очевиден. Безответственность. Безответственность людей, которые порождают стаи, на которые сами же эти люди потом жалуются. Увезите, мне некомфортно, на меня бросаются и так далее. Попадая в приют, каждое животное прививается и отправляется на карантин. А совсем скоро каждую собаку здесь будут снабжать бирками. Это станет знаком безопасности для людей. Желтое кольцо в ухе собаки говорит, что она стерилизована, привита и не агрессивна. В этом деле уже есть первый пионер. Хвостатая обитательница приюта по кличке Чебурашка. Остальным придется подождать своей очереди. Сейчас главная цель – переезд на новое место. Найден земельный участок в муниципальном образовании для организации питомника, для содержания бездомных животных. В настоящее время проводятся работы по оформлению данного земельного участка, приведение нормативных актов в соответствии с законом. В приюте все собаки дружелюбно машут хвостами и не проявляют агрессии. Но все-таки их условия лучше, чем у уличных собратьев. И это большое достижение. Верный Чебурашка, адмирал, все местные жители имеют здесь по своему жилью. Кто-то по просторной будке, а кто-то по вольеру. Вот здесь сразу три жителя. Это Моня и два ее щенка. Их нашли около дороги. Руководство приюта решило оставить вольер маме. А вот щенков переселят в новую просторную конуру. Ее сделала наша телерадиокомпания. И теперь они обрели свой новый дом. Иван Алексеенко, Артем Лычко, Кубань-24, Геленджик. В честь знаменитого чаевода и почетного жителя Сочи у Стима Штеймана назвали набережную на правом берегу реки Дагамыс. Такое решение приняла местная администрация по случаю векового юбилея со дня рождения ученого. На набережной теперь установлен памятный камень с информацией о том, кем был у Стим Штеймана. В свое время ему удалось создать одну из крупнейших чайных компаний в мире. Под руководством академика Штеймана заработала так называемая бестарная перевозка листа. Автоматическое орошение плантаций. Стало применяться технология малой механизации и формовки. При нем были заложены сотни гектаров. Плантации субтропических культур. Модернизированы Дагамысская, Адлерская чайные фабрики. Не стало Штеймана в 2017. И в завершении о красивых числах. Дата 20 февраля 2020 вызвала ажиотаж. В рабочий четверг Екатерининский ЗАГС Краснодара принял больше полусотни супружеских пар. Но помимо этого сразу в нескольких городах региона, в краевой столице, в Сочи, Новороссийске на свет появились двойни. Вероника Веретенникова разбиралась в загадках нумерологии. Они даже познакомились два года назад. Сергей и Лилия Момотова, невзирая на ажиотаж вокруг даты, успели зарегистрировать брак в утренние часы. За 20 февраля 2020 пара охотилась специально. И таких, как семья Момотовых, сегодня около полусотни на порядок выше, чем в другие дни. Сотрудники ЗАГСа рассказывают, что в этом году февраль самый насыщенный на особенные даты. Впрочем, все 20-е числа года в местах регистрации брака будут жаркими. Мы, конечно, с ними проводим беседы, рассказываем, объясняем им, что это не залог счастливой жизни. Все будет зависеть только от них, от их совместной работы над семьей, над семейными отношениями, над браком. В восторге от комбинации цифр и будущие мамы уж очень они хотят родить детей в красивое число. Хоть и повлиять на это никто не может. Больше всех сегодня повезло Ларисе Мироненко. 20 февраля 2020-го. Рядом с ней сразу два новорожденных сына. Станите Староминской. Приехала рожать в Краснодар своих двух красавчиков. Ждали. Ждали, да. Да ну, главное, чтобы дети здоровые были. Нумерологи уверяют, для появления на свет день хороший, как и для любых начинаний. Двойка – символ энергии, силы финансового благополучия. Но для детей гораздо лучше, когда цифр в дате рождения как можно больше. В нумерологическом коде будут нули и двойки. Будут отсутствовать другие цифры. Это тоже не очень хорошо, потому что каждая цифра несет определенную энергию. С точки зрения астрологии, сегодняшний день, если мы смотрим на космограмму, гороскоп, мы можем сказать о том, что детки сегодня будут рождаться целеустремленные, серьезные, ответственные. Несмотря на такие заявления, сотрудники ЗАГСа, врачи и астрологи в один голос уверяют, в вопросах своей судьбы не стоит полагаться ни на звезды, ни на цифры. Но тем, кто все же надеется на магию чисел, следует присмотреться к следующему году. Красивых дат, особенно в феврале и декабре, будет еще больше. Вероника Веретенникова, Станислав Бондурко, Нил Ракшай, Михаил Ласенко, Кубань-24, Краснодар. Впереди прогноз погоды и новости спорта. У меня же на этом все. До встречи. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Югстроимпериал». Добрый вечер, дорогие друзья! Я к вам с новостями, а вот хорошие они или нет, я думаю, каждый решит сам для себя. Ведь кто-то любит тепло, кто-то любит дома читать книги под звуки дождя. Тем более, совсем скоро наступят выходные дни. Ну и подробнее о погоде мне поможет рассказать снимок, сделанный из космоса. По данным Гидромедцентра, к нам приближается холодный атмосферный фронт, который окажет влияние на весь наш край. Но чуть позже. Сейчас над нами также находится фронт, но из-за поля повышенного давления атмосферных осадков он в себе не несет, в отличие от своего друга с севера. Но тем не менее, в отдельных районах края небольшие осадки в виде дождя возможны. В горах синоптики обещают налипание мокрого снега. Ночью-утро местами туман и гололедица. Ветер с севера на восточных направлениях до 8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 1, днем плюс 3-8 в отдельных южных районах до 12 градусов тепла. Если посмотреть на снимок из космоса, то мы увидим, над нашим краем есть небольшие облака. Но осадков они в себе не несут, потому что наш край, как я уже говорил, находится в зоне повышенного давления. Но к нам движется его друг, его брат, его близнец, только очень большой, который несет в себе очень много влаги. И в первую очередь он настигнет северную часть нашего края, потом Азовское побережье и застанет немного Черноморское побережье до Топсея. В ближайшие выходные он принесет много влаги, много осадков, прям очень-очень много будет влажно. Но сейчас нам бояться нечего, это будет только под вечер и ближе к выходным. Сейчас же утром и вечером будет туман. Давайте подробнее поговорим о температурах. По традиции начнем с восточной части Тихорец-Кропоткин-Армавир до 10 градусов тепла. В Кропоткине мы показали, что возможны небольшие осадки в виде дождя, но они будут, если и будут, то только под вечер. И так вот немного пробегутся по Кропотке, ну и все. В предгорных районах до 9 градусов тепла, в Абширонске плюс 7 градусов тепла. А мы передвигаемся дальше к северу, к западу и к центральной части нашего края. Ейск плюс 3 градуса дождь, Приморско-Ахтарск плюс 7 градусов тоже дождь и Кущевская плюс 7. Вот до Кущевска, возможно, дождь не дойдет, потому что изначально вот эта вот часть застанет циклон. Темрюк тоже плюс 7 градусов, возможно, осадки в виде дождя, но тоже к вечеру. Тимошевск в центре плюс 8 градусов, солнце будет стараться прогревать наши массы, но облака будут ему мешать. В Крымске плюс 8 градусов, достаточно облачно. Мы переходим к Черноморскому побережью, вот можно было бы вот так вот щелкнуть и оказаться также на море. Сочи плюс 12, Туапсе плюс 13. Там без осадков, но вот до Туапсе все, что идет, там, возможно, осадки, начиная с вечера, в ночь и уже ближе к выходным. Еленджик плюс 9, Новороссийск плюс 9, тоже осадки, Анапа 7-9 градусов осадки. И давайте поговорим о краевой столице, город Краснодар, утром. Холодно, но в минус температурный показатель не опустится как раз из-за тумана, из-за того, что не будет происходить этого выхолаживания. Днем до 9 градусов тепла и вечером постепенно начнет опускаться температура до 6 градусов. Осадки возможны, но они будут тоже под вечер, как, в принципе, и в других районах, что я уже и говорил. Ветер северо-восточный, ну, вы его почти не почувствуете, 3 метра в секунду это максимальные показатели. Давление слегка превышает норму. Ну, а на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения, чтобы любая погода приходилась вам по душе. А дальше эфир продолжит «Факты спорт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!